Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня, знаете, подумала о том, что неплохо было бы познакомиться ближе, что называется. У меня уже давным-давно YouTube-канал, уже в сто лет многие меня смотрят, но многие не так давно. И кто-то знает обо мне больше, кто-то знает обо мне меньше, поэтому хочу вам немного рассказать свои истории и, соответственно, дать вам хорошую пищу для ума и понимание того, что абсолютно все, чего вы желаете в этой жизни, вы можете получить. И я думаю, что сегодня, в это время, когда очень многие находятся в состоянии немного страха, паники, а может быть и серьезной, эта информация, эта история будет для вас полезна. Так вот, я родилась в городе Киев, всегда здесь жила, много лет уже, но как-то, знаете, всегда мечтала о какой-то такой очень публичной творческой профессии. Ну, так, знаете, как в детстве. Многие из нас очень артистичные, все время читают стишки, выступают. Вот я такая была и всегда стремилась к известности, всегда стремилась к аплодисментам, очень мне это нравилось. И первый такой момент критический со мной случился как раз в возрасте, сколько мне было, получается, 17 лет, когда я заканчивала школу. И я была всегда в школе отличницей, я всегда выступала на всех концертах. Я на самом деле не так хорошо разбиралась во всех предметах, особенно все, что касается технических каких-то нюансов. Но за счет того, что я выступала, за счет того, что я организовывала концерты, за счет того, что я очень много брала на себя общественной деятельности, естественно, все знают, учителя любят таких детей и как бы скашиваются такие вещи, значит, там нормально. Как-то, в общем, все было прекрасно. Я закончила школу вообще, на тот момент была пятибалльная система оценок, вообще без четверок, у меня были все пятерки. И вот, значит, подходит 11 класс, и знаете, как это обычно происходит, значит, куда же будешь поступать, кто куда будет поступать. А я вообще не знаю, куда поступать, потому что мне все время казалось, что это будет когда-нибудь потом, надо решать эти проблемы человечества. А тут 11 класс уже все на носу, и надо срочно. И вот подготовительные какие-то курсы, я не знаю, как сейчас это происходит, наверное, точно так же. Вузы устраивают подготовительные курсы, куда ты можешь поступить. И я, значит, такая думаю, блин, что же делать? Абсолютно потерянный ребенок, который понятия не имеет, чем он хочет заниматься. В идеале, конечно, быть звездой, быть артисткой, но взрослые о чем говорят? Что это все несерьезно, что нужно быть умненькой. Мне всегда говорили о том, что деньги достаются только умным людям, нужно много трудиться для этого, много пахать. И точно не идти в артистки на какой-то авось. Ну, типа, вдруг тебе повезет, миллион людей учатся на артистах, и только вот избранные становятся прославленными. Соответственно, нужно иметь какую-то серьезную профессию. Ну, там, типа, юрист, экономист, кто-то там еще. Я, короче, начала думать, ну, какой из меня юрист? Я вообще не соображаю ничего в этом, и самое главное, что мне это совершенно не интересно. Экономист, у меня математика, алгебра, вся эта геометрия всегда вызывала только какой-то шок. Что самое отвратное, совершенно не понимаешь, а что в этих профессиях делаешь. Вот что самое интересное. На тот момент я совершенно не понимала, как специальности эти, какое они имеют отношение к реальной жизни, кем ты можешь стать. И главное, что я вообще не понимала, кем я хочу стать. Вот вы знаете, я сейчас считаю, это вообще наша система настолько ошибочна, настолько отвратна, что ребенок должен выбрать, это как, знаете, жениться, выйти замуж для женщины, да? Ну, в некоторых же странах такое есть, когда ты не видишь в темноте, выходишь замуж в темноте, то есть ты не понимаешь, кто будет твой партнер. Тут то же самое, ты не понимаешь, кем ты станешь, но ты должен подписаться, что теперь ты 5 лет будешь этим заниматься. И для меня был шок, я попала, пошла на подготовительные курсы в какой-то вуз, я не помню, как он назывался, он был частный, какой-то там международный институт. И я изучала целый год право и английский язык. Каждый день, кроме выходных, на подготовительных курсах я шла туда с подругой после школы, пошла туда со своей подругой, одноклассницей, которая сидела за одной партой с Юлей, для того, чтобы не так страшно было. Вот так вот выбирается будущее, будущее. Бабушка гордилась, все гордились, как бы приятно родителям было говорить, и только я. Чем ближе подходила, значит, вот эта дата окончания школы, я понимала, что уже все, уже накануне нужно поступать, и там, мало того, если ты хорошо учишься, то автоматически ты зачисляешься. Я понимала, что ужас жизни моей приближается, потому что вот-вот я выйду замуж, хер знает за кого, и что с этим всем делать. И это, конечно, был кошмар. И вот представьте себе, что чем ближе это все было, тем больше на меня находила такая хандра, то есть я реально понимала, что я умру, скорее всего. Внутри меня был такой детский, такой юношеский максимализм, ощущение полного несчастья. И вот, значит, сижу я однажды в комнате, сижу такая, втыкаю и думаю вообще, что жизнь моя окончена. Я вообще не знаю, я не хочу учиться, я ничего не хочу делать, так все здорово было, и неужели теперь взрослая жизнь будет такой. И тут вдруг, значит, по телевизору я включаю рекламу, а на тот момент в Украине был очень популярен университет культуры, который еще и университетом-то, по-моему, не был, он был институтом, а еще недавно он был училищем. И там наш суперректор Михаил Поплавский, который пришел в этот вуз, будучи дядечкой, он решил поднять этот вуз, и он решил превратиться в артиста. Это был первый опыт и пример потрясающего развития личного бренда, совершенно хайпового, когда взрослый дядька из села, а он родился в селе и вырос, вдруг становится публичным деятелем, который поет со своими студентками, который снимает клипы, делает концерты. То есть он сделал такой потрясающий хайп, это прям был, наверное, один из моих учителей таких, как нужно действовать. И вот, значит, буквально там за пару лет этот вуз становится очень известным, но все вокруг еще смеются, все говорят, учителя в школах, ну как же, это же вообще стыдно, это же вообще за ректор такой, это вообще кошмар. И вот этот вуз гнобят. А я об этом вузе думала, потому что мне страшно нравится, что там есть факультет кино и телевидения, там есть куча всяких модельных факультетов, куча придуманных профессий, но поданных очень интересно. То есть потрясающая, придурок, извините, потрясающая упаковка своего продукта. И вот я понимаю своей душой и сердцем, что я хочу быть там, не знаю на каком факультете, но там так классно, там все время артисты, звезды, они там тоже студенты. То есть показана потрясающая жизнь, потрясающая упаковка, жизнь мечты. Им все говорят мне, Оля, ну ты же молодец, мы же надеемся, что ты не пойдешь в университет культуры или там институт культуры, ты же не пойдешь туда учиться, это же позорно и стыдно. Вот сижу я дома такая, включаю телевизор и вижу эту рекламу в очередной раз там. У нас там факультет кино и телевидения, и все, пух-бах, звезды с небес падают. Я начинаю репеть, так знаете, горько-горько, глубоко-глубоко, понимаю, что знаете, это как любовь в моей жизни. Вот я тупо просираю любовь в своей жизни, и не могу, мне стыдно в этом признаться. Я, значит, такая, сижу, реву, 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 и тут открываются двери, и заходит моя мама. А я не могу даже успокоиться, а эта реклама, она идет прям постоянно, вот знаете, когда такая, раньше вообще было несколько видеороликов, они на каналах прям до дыр закручиваются. И я сижу реву, и пока я реву, опять эта реклама, и моя мама так смотрит и говорит, Оль, а чего ты так горько плачешь, дочек, ну что случилось? Я реву, говорю, мама, все хорошо, мне так стыдно, потому что мама целый год платила за меня деньги, за эти подготовительные курсы, и маме так все это тяжело доставалось, и в общем так все сложно. И тут я такая, тварь, не хочу идти в этот вуз, но понимаю, что надо выходить замуж, знаете как, и спасать честь семьи. И мама смотрит и говорит, ты что, к нему хочешь? А мне стыдно вообще, я заливаюсь, и очень говорю, в общем, на языке жестов я показываю, да, я его люблю, но мы с ним вместе не будем, у нас такая, значит, сложная жизнь. И моя мама говорит мне, Оль, ну а чего ты так страдаешь сильно? Если ты хочешь туда поступить, доченька, ну поступай. Я думаю, блин, мою маму забрали инопланетяне, пришельцы. Я даже не знала, как моя мама будет на это реагировать, но я стеснялась с ней об этом поговорить. И для меня был шок, что моя мама такое говорит, я ей прям хотела сказать, мама, нет, не надо, а ты что? Вот, но мама такое сказала, я успокоилась, я говорю, мама, а как это сделать? Как, я же вот, уже что, столько денег потратила, она говорит, ну ничего страшного. Я понимаю, что я про экзамены на госбюджет, я могу поступить только на контракт, а контракт это тысяча долларов в год, это на тот момент просто какая-то фантастическая сумма для моей семьи, просто. Мама говорит, я одолжу денег. Я говорю, мам, и понимаешь, надо же учиться не год, я ей говорю, мам, я слышала, что там переводятся девочки на бюджет потом, и мальчики, и те, кто хорошо учится. Я за год переведусь на бюджет. Я позвонила своей подруге Ане Седыковой, сейчас вы уже все знаете Аню, вот, тогда еще мало кто знал Аню, а Аня уже училась в этом же университете, на том же факультете, куда поступила я, только на один курс выше. Я ей позвонила и говорю, Аня, я хочу поступать. Она говорит, Оля, это что, так классно, так замечательно, здорово, я тебе все покажу, тебя всему научу, все замечательно, все прекрасно. Я так поступила в университет культуры. Через полгода я пошла в ректорат, я устроилась работать у Поплавского, вот, он все время, как бы, собирал, там у него были какие-то советы самоуправления, мы делали какие-то концерты, какие-то акции, в общем, много всего. Через полгода я перевелась на бюджет со второго курса. И так началась моя другая жизнь. И буквально в конце первого курса я познакомилась со своим тогда будущим продюсером, это был Александр Югольник, когда-то была такая песня, года, проект на канале 1 плюс 1. И он был там ведущим, он был страшно известным человеком, я даже не знаю, с кем его сравнить, его все знали. Была у нас певица и есть Наташа Могилевская, он был ее продюсером, он только-только написал ей первые хиты, которые отовсюду звенели, у него была группа игрушки, такая тоже, которая была страшно популярной. И вот мы с ним познакомились совершенно случайно в этом университете, я просто в него врезалась. Я шла, 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 вот, закончились уже все пары, и я шла куда-то, как девочка, втыкала, смотрела, у меня еще не было ни мобильного телефона, ничего, и я в него врезалась. Врезалась, у него что-то выпало из рук, я на него накричала, знаете, как женщина стороной, вот, и потом села в кафе, сижу, и вижу, он сидит за соседним столиком с кем-то, и я понимаю, что я его откуда-то знаю, и потом я понимаю, откуда я его знаю, и думаю, ну все, дура, я вот вообще просто дура, ну вообще, женщина-неудачница, ну как так можно было? Он ко мне подошел, он подошел ко мне и сказала, девушка, простите, пожалуйста, за то, что вы в меня врезались, вот, я извинилась перед ним, вот, мы познакомились, и он мне сказал, мы на следующей неделе снимаем клип группе игрушки, и вы бы не хотели сняться в нем, и я подумала, что? Я же мечтала сняться в чьем-то клипе, аааа! И так мы познакомились, ну и познакомились, Саша был очень интересным человеком, который очень многому меня в жизни научил, на тот момент он открыл мне какие-то нереальные вещи, в мире очень сильно усложнил мою жизнь, но тем самым научил не бояться меня трудностей, и где-то через полгода Саша собирал новую женскую группу, что-то пробовал, у него уже кто-то был в этой группе, и периодически мы с ним встречались, виделись, и вот он однажды мне позвонил и говорит, слушай, ты же пела в коллективе, я говорю, да, он говорит, я пела в детском коллективе 10 лет, вот как раз Саня Седокова в одном коллективе попели, и он мне говорит, слушай, а у тебя есть хорошие девочки, я женскую группу собираю, я говорю, я? Он говорит, нет, нет, ты не подходишь, дай каких-то других девочек. И я начала звонить своим девочкам и говорить, что вот, представляете, есть такой Саша, они говорили, боже, они все походили к нему на кастинги, и вечером как-то Саша мне позвонил на домашний номер телефона, повторяясь, мобилок еще не было, он мне позвонил и сказал, ты знаешь, я подумала, мне кажется, что в эту группу лучше всего подойдешь ты, ты не боишься ничего, ты не боишься конкуренции, ты не боишься другим людям делать хорошо, ты упертая, приезжай. Я приехала в ресторан, мы встретились, там были другие девочки, и он сказал, я собираюсь сделать очень известную женскую группу, очень крутую, и вам повезло. И так я попала в шоу-бизнес. Моя группа не стала очень известной, очень крутой, хотя у нас есть 10 клипов, и много лет я этим занималась, и очень большой опыт жизненный получила, потому что шоу-бизнес, это, конечно, школа выживания еще та, но таким образом я засела в шоу-бизнесе на достаточно количество лет, то есть до 25 лет я была в группе, а познакомилась я с Сашей там в 18-19 лет. Вот, такая вот интересная у меня тогда случилась история. Но, конечно же, дальше история имеет продолжение, если вам интересно слушать ее из моих уст, то, пожалуйста, напишите, я обязательно ее продолжу. Но к чему я это все веду? Веду я это все к тому, что очень часто, вообще почти всегда, мы боимся своих истинных желаний, и мы идем по наименьшему пути сопротивления, или мы выполняем то, чего ждут от нас другие люди. И когда мы маленькие, мы делаем то, что хотят наши родители, а родители редко задают нам вопросы, а чего ты хочешь на самом деле, и только когда они это делают, а мы не боимся их разочаровать, а мы ведь очень часто боимся их разочаровать, ведь нас так воспитывали. Моя мама всегда говорила о том, что деньги даются сложно, жизнь это сложно, нужно много пахать, я очень много вкалываю для того, чтобы у тебя была нормальная жизнь. И мне было всегда очень стыдно маме сказать, что, ты знаешь, мам, вот ты вкалываешь, вкалываешь, а мне этого не хочется, мне хочется чего-то другого, вот ты купила мне этот подарок, а я его не хотела, он мне не нравится, я хотела что-то другое. И вот эти вот программы, которые в нас заложены, у кого-то это все трудно и все сложно, кого-то родители никогда не хвалили и не любили, ну, любили, но никогда не говорили об этом, конечно же, конечно же, любили, кого-то постоянно запутывали, кому-то говорили, что ты недостаточно хорош, не там родился, другая семья тебе нужна, чтобы ты имел то, что ты имеешь. У каждого из нас огромное количество проблем и программ, заложенных с детства, и некоторые из них мы помним, но большинство плотно и глубоко залегли в нашем подсознании. И, конечно, для того, чтобы это изменить, мы должны возвращаться в наше детство. Как это делать? Существует множество методик, но не все мы до этого доходим. И очень в тему. В это воскресенье, вот если вы смотрите видео сейчас, то в это воскресенье я проведу, хочу в 9 вечера провести большую закрытую-открытую, потому что все туда могут попасть, но она будет по закрытой ссылке, медитация с возвращением в ваше детство. Если вам интересно побывать в своем детстве, если бы вы хотели вернуться и посмотреть, что там было не так, какие программы в вашу голову записали, которые сегодня мешают вам получать ту жизнь, которую вы хотите, то, собственно, я вас приглашаю. Я оставлю форму регистрации под этим видео. Кому интересно, записывайтесь. Ну и мне сейчас хочется знать, хотите ли вы услышать продолжение моей истории, каких-то моих выводов жизненных в видеоформате. Если вам это интересно, я буду продолжать записывать такие видео. Если не интересно, значит будем говорить с нами о чем-то другом. Всем хорошего настроения, не болейте, все пусть будет замечательно. Однозначно так и будет.